Дети 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 Проект «Из Китая с любовью» — это объединение людей, которые не могут равнодушно относиться к такой ужасающей статистике и приняли решение как-то повлиять на ситуацию. Уже более пяти лет проект помогает детским домам, детям-сиротам, родителям-одиночкам и усыновляющим семьям, а также людям, оказавшимся за чертой бедности. За это время помощь получили тысячи нуждающихся от Белоруссии до Китая, от России до Камбоджи. В настоящее время в проекте осуществляется более 23 направлений в девяти странах мира. Всю эту работу осуществляют обычные люди, такие как ты и я. Ты также можешь принять участие. Как ни странно это слышать, нас окружают люди, которые голодают каждый день. Ту еду, которую мы ежедневно выбрасываем, мы можем накормить голодного во всем мире. И это заставляет нас задуматься над тем, чтобы правильно распоряжаться ресурсами, которые доверил нам Господь. И каждую пятницу мы раздаем одежду, еду, мы кормим голодных. И это огромная радость видеть счастливые лица людей. Это совсем просто. Вы тоже можете это сделать. Если в странах СНГ дети нуждаются в одежде, то камбоджийские дети нуждаются в еде. Я еще никогда не видела, чтобы дети были такими голодными, раздетыми, грязными и измученными. Детей продают здесь. Есть детская проституция. Хотя правительство говорит, что у них такого нет, что у них вообще все здесь идеально и все хорошо. На самом деле это существует. Здесь есть организации, которые выкупают детей. Как нам говорили, что один ребенок стоит 10 тысяч долларов. Чтобы хоть немного помочь и защитить детей, мы начали привозить в Камбоджу еду и игрушки. Помочь абсолютно всем мы не в силах. Но мы верим, что те, чьи жизни изменились, помогут подняться своему народу на ноги. В странах, как Камбоджия, одного мешка риса стоимостью 10 долларов можно кормить 8 детей целый месяц. Вы тоже можете помочь. По статистике, из 10 детей, вырастающих в детском доме, только один из них адаптируется к нормальной социальной жизни. Остальные 9 погибают физически или духовно. Это происходит потому, что вырастая в детском доме, они не получают таких привычных, казалось бы, для нас навыков, как распоряжение деньгами, обучение, трудоустройство и налаживание нормальных здоровых отношений с другими людьми. Именно поэтому в нашем проекте существуют направления, которые помогают детям поверить в себя и адаптироваться к жизни. Наши волонтеры посещают детские дома, проводят для них уроки по социальной адаптации и ведению домашнего хозяйства, занимаются с ними спортом, забирают детей домой. Для того, чтобы дать этим детям надежду на будущее, совсем не обязательно иметь миллионы. Достаточно дать им хотя бы немного любви и тепла. Вы тоже можете делать это. Каким бы хорошим ни был детский дом, он не в состоянии дать детям того, без чего не может состояться ни один человек – любовь и поддержка родителей. Одно из направлений проекта – это восстановление семей и усыновление детей в новые семьи. На протяжении более трех лет мы фотографируем детей и устраиваем выставки их фотографий на главных площадях города, в музеях и на предприятиях. За это время очень многие дети обрели семьи. Но работая в этом направлении, мы столкнулись с другой проблемой. Часто родители, усыновившие ребенка, остаются один на один со всеми проблемами. Государство практически не участвует в жизни таких семей. Поэтому мы решили поддерживать усыновителей. Мы устраиваем для них встречи, праздники и обеспечиваем их детей одеждой и продуктами питания. Далеко не каждый человек может усыновить ребенка. Но каждый может поддерживать людей, которые уже сделали это. Самым незащищенным слоем населения являются дети-сироты. Они часто испытывают нужду в элементарных вещах. Особенно в зимний сезон, когда им просто необходимы теплые вещи. Однажды мы отправили небольшую партию детских вещей в белорусский детский дом. Благодаря Богу, эта первая маленькая помощь переросла в крупномасштабный проект, который помогает детям в разных странах. Со временем к нам присоединилось много людей и организаций. Нам стали помогать производственные фабрики, которые имеют ненужную им продукцию, одежду и обувь. Эти вещи не лежат и не портятся на складах, а согревают детей-беспризорников, ребятишек из детского дома и людей, оказавшихся за чертой бедности. Одна из заповедей Священного Писания призывает нас почитать отца и мать. Как больно наблюдать, когда дети бросают своих родителей в домах престарелых. Пожилые люди, так же как и дети, нуждаются в заботе, ласке и внимании. Каждую субботу, уже с 2013 года, группа волонтеров под руководством Ирины Крыловой ездит в дом престарелых. Эти старики просто ценят заботу, тепло и объятия. Наши волонтеры готовы поделиться всем этим с каждым. Это можешь сделать и ты. Люди очень часто оказываются бессильны перед лицом разбушевавшейся стихии. В таких ситуациях мы не можем оставаться безучастными и стараемся оказывать им любую посильную помощь. Наш проект также пытается оказывать поддержку людям, оказавшимся в зонах бедствия. Так произошло с Непалом. Разрушительное землетрясение в апреле 2015 года в Непале покалечило более 25 тысяч человек. Из них около 8 тысяч человек погибло. Во время этой ужасающей трагедии наша команда отправилась в зону бедствия, чтобы помочь пострадавшим людям. Это землетрясение привело к разрушению более 70 тысяч домов. Многие люди остались без крова и срез к существованию. Мы закупали тенты и палатки, а также раздавали рис и медикаменты в пострадавших деревнях. Даже самая незначительная помощь может изменить чью-то жизнь. Сострадание – это не просто чувство. Сострадание – это действие. 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 Продолжение следует...